Всем привет! Давненько на нашем канале мы не говорили об актуальных вундеркиндах FIFA, и сегодня мы запускаем на Киберболе новый цикл о вундеркиндах FIFA 21. И нашим первопроходцем в этом цикле станет Лука Ромеро, 15-летний талантище из Малерки, который на этой неделе взорвал инфопространство и переписал, казалось бы, вечный рекорд Ла Лиги. И такой вопрос для вас, друзья. Если бы вы могли составить идеальную пару в нападении в FIFA из любого действующего футболиста и любой легенды, то кого бы вы выбрали? Напишите об этом в комментариях. Друзья, Большой Спорт вернулся. Летом вы можете получать еще больше удовольствия от спорта. В сетке легального партнера Париматч появились события по футболу и огромному числу спортивных соревнований. Для моих подписчиков новая беспрецедентная акция, посвященная рестарту Большого Спорта. По моей ссылке вы можете получить бешеный бонус до 20 тысяч рублей за первый депозит на игровой счет. Количество бонусов и срок акции ограничены. Переходите в закрепленный комментарий. И не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Итак, многие впервые узнали о Луке Ромеро в матче 31-го тура Ла Лиги между Реалом и Малеркой. Несмотря на поражение 0-2, островитяне все же стали авторами исторического достижения. Лука Ромеро появился на поле на 83-й минуте и стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Испании. Парню на момент поединка исполнилось 15 лет и 219 дней. Предыдущий рекорд держался более 80 лет, и его установил в далеком 1939 году игрок Сельты Сансон. И тут же рядом с именем Луки Ромеро во всех мировых СМИ нарисовалась приставка «Новый Месси». Причины для этого традиционны. Миниатюрные габариты, аргентинское гражданство, отличная дриблинг и техника. Лука родился в футбольной семье. Его отец был профессиональным футболистом, а брат-близнец также занимается футболом, но играет на позиции вратаря. Лука Ромеро стал тренироваться с первой командой Малерки сразу после выхода с карантина. Помощник главного тренера команды Дани Пендин объяснил это решение так. «Мы видели, как он играл, и он творил невероятные вещи в своей возрастной группе. Но физически он не был полностью развит, и это могло стать для него проблемой в борьбе со старшими игроками. Сегодня он уже набрал необходимую мышечную массу в ногах и теле». И вот в одном из первых матчей после паузы Ромеро уже оказался на скамейке в поединке против Легонесса, а через три дня сыграл против Реала. Ромеро родился в мексиканском городе Дуранго, где его отец Диего выступал за команду из второй лиги Мексики. Когда Луке было два года, его семья переехала в Испанию и поселилась на острове Ибица. Там в Академии Сен-Жорди и начал заниматься футболом Лука. Когда мальчику исполнилось семь, его пригласили на просмотр в Барселону. И там он удивил всех своей техникой. Но родители Ромеро не хотели переезжать в Каталонию. А по правилам FIFA игроков до 10-летнего возраста нельзя подписывать, если вместе с ними не переезжают и их родители. Когда Ромеро-старший завершил карьеру, семья парня переехала в Малерку. И в 2015 году 10-летний Лука присоединился к Академии Островитян. По слухам, спустя два года за ним снова приходила Барселона, но получила отказ. Есть еще одна легенда, связывающая Ромеро с каталонским клубом. Однажды Дани Алвес, выступавший за Блаугранас, заметил игру Луки на одном из пляжей Ибицы. И когда к нему подошли фотографироваться фанаты, то он указал на Ромеро и сказал, лучше сфотографируйтесь с ним, он новый Месси. Похоже, конечно, на сказку, но очень красивую. Тренеров Ромеро смущает сравнение парня с Месси. Они стараются отбиться от такого сопоставления. У него в паспорте написано Лука Ромеро, а не Месси. И он должен писать свою собственную историю. Такие сравнения есть всегда, но сейчас вы его пытаетесь поставить в один ряд с великим игроком. Отцу парня приятны сравнения с Лео, но он считает, что это добавляет давление на Вундеркинда. Малерка уже активно думает над тем, как сохранить молодую звездочку у себя. Парню готовят хороший контракт под его 16-летие, но на него уже открыли охоту топы. Интерес к Ромеро проявляют МЮ, Барселона, Ювентус и Атлетико. Так что Луке и его семье предстоит хорошенько подумать над тем, как принять окончательное решение. Что касается его появления в FIFA 21, то это будет возможно после подписания профессионального контракта. Он может быть подписан при достижении парнем 16-летия. Это случится 18 ноября. То есть на старте FIFA 21 Ромеро также не появится в игре, как бы он не зажигал в реальности. Так почему-то исторически сложилось в играх серии. Рискнем предположить, что стартовый рейтинг в FIFA у Ромеро будет в районе 62, но его базовый потенциал составит где-то 85-86. Закрыть этот парень может позицию центрального атакующего полузащитника, а также сможет сыграть на обоих флангах атаки. Хотя, учитывая левоногость, Лука больше тяготеет к левому флангу. Конечно же, если вам не терпится поиграть за этого вундеркинда и привести его к успеху, то можно просто создать его в FIFA вручную через редактор. Также после создания можно начать им и карьеру за игрока. Ну а пока его нет в игре, то можно просто последить за тем, как тинейджер врывается во взрослый футбол. И мы желаем ему удачи в этом непростом деле. А на сегодня все. Подписывайся на Кибербол, жми на колокольчик и будешь первым узнавать о выходе наших свежих видео. До скорого!